мы должны пребывать в состоянии ожидания и конечно когда молимся ожидать что это произойдет вы думаете займет ли это много времени нет мы в сфере сверхъестественного мы в сфере сверхъестественного сверх означает выше и над этим у бога есть потрясающие пути и неограниченные средства обеспечения которые отменяют все естественные пределы они все являются частью его сверхъестественного обеспечения для вас увеличьте свою способность верить и начните получать понимание слова божьего на более высоком уровне чем вы считали возможным затем будьте готовы перейти на следующий уровень подключитесь божье безграничный кладовое снимите все ограничения и живите в мире божьего сверх изобилия узнайте о всех неограниченных путях которыми бог может восполнить все ваши потребности обеспечение нашего небесного отца не имеет предела потому что она не из этого естественного мира присоединяйтесь сегодня на передаче победоносный голос верующего к Глории Копланд и пастору Джорджу Пирсенсу которая раскрывает для нас жизнь в сверхъестественном обеспечении здравствуйте хорошая новость пастор Джордж вернулся добро пожаловать на передачу победоносный голос верующего мы собираемся прекрасно провести время говоря о чем о вере в сверхъестественное обеспечение мне это нравится я в восторге от времени которое мы проводим вместе я всегда счастлив когда сижу рядом с вами и со словом я люблю слушать тебя джордж вы также ждите слова божья да и вы привили мне и все моей семье эту жажду слова божьего поэтому я сегодня был чтобы возгреть замечать эту жажду которую она возгревала во мне все эти годы уже сколько около сорока лет боже мой да подумать только подумать только сколько же мне лет сколько мне все таки скажу вам Глорий я в восторге от того во что мы собираемся вникать следующие две недели и мы будем говорить о сверхъестественным обеспечении слава богу и господь повел меня сфокусироваться на сверхъестественном и не не только на сверхъестественном обеспечении, а вообще на сверхъестественном. Но мы с вами сосредоточимся на сверхъестественном обеспечении, потому что 161 передачу тому назад мы с вами начали обсуждение темы процветания, которая продолжается и продолжается. Давайте сделаем вот что. Давайте вместе помолимся. Давай. Я хочу, чтобы вы начали высвобождать свою веру в отношении сверхъестественного. Ожидайте сверхъестественное Мы углубимся в это и точно узнаем, что такое сверхъестественное И точно узнаем, что сверхъестественное обеспечение доступно каждому из нас Аллилуйя, мне уже нравится Есть вещи, Глория, которые нам доступны А мы не представляем, что это нам принадлежит И что Бог дает нам это такими путями Которые превосходят всякое естественное помышление Итак, я готов Хорошо, Джордж А как насчет вас? Хорошо, я готова Отец, мы молимся за это время, которое мы проведем вместе на этих передачах И мы благодарим тебя за сверхъестественное Мы благодарим тебя за то, что хотя экономика может говорить одно И рынок труда может говорить одно Но ты, Господь, говоришь другое Ты говоришь то, что нам нужно услышать Ты делаешь то, в чем мы нуждаемся Ты обеспечиваешь так, как нам нужно, чтобы мы были обеспечены И ты делаешь это сверхъестественным путем И даешь несравненно больше всего О чем мы осмеливаемся просить или помышлять И сегодня мы с Глорией приходим в согласие в отношении того, что эти следующие 10 дней... В эти 10 дней наш Дух расширится настолько, чтобы принять все, что Ты для нас приготовил. Все, что Ты хочешь, чтобы мы сделали. Все, что Ты хочешь, чтобы мы добились. И чтобы наш ум был ориентирован и сфокусирован на чуде. Ум, ориентированный на чуде. Пусть у Вас будет сверхъестественный ум, сверхъестественное и необычное мышление. Чтобы Ваши помыслы были неограниченными. И, Отец, мы воздаем Тебе всю честь и благодарим Тебя за это время, которое мы проведем вместе. Спасибо, Господь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Я хочу поблагодарить Каната и Глорию. Вас и Каната. Вы Глория, а это Каната. За все, что Вы вкладывали в мою жизнь все эти годы. Джордж, ты был таким большим благословением для нас. Да, я еще здесь. Для миссии, для людей. У нас была такая поговорка, пусть это сделает Джордж. Пусть это сделает Джордж. Джордж это может. Он может быть пастором. Да, он может. Пусть он будет пастором. Когда я появился здесь, в миссии, Глорией я уже был жаждущим. Я уже слушал проповеди на кассетах брата Копланда. И я был готов. Я очень этого хотел. И я никогда не переставал учиться. И думаю, это важно. Что где бы мы ни были. Что бы мы ни делали, мы никогда не переставали учиться. Да, верно. Что бы мы ни переставали впитывать это в себя. Поэтому Господь... Именно в этом ключ к победе. Ключ к победе в том, чтобы не останавливаться. Вы продолжаете это делать. Продолжайте впускать Слово Божье. И поэтому Господь направил меня к этому. И выпускать его. И знаете, Господь направляет на это многих из нас. Несколько лет назад у брата Копланда было Слово от Бога. Да. И мы с этого сейчас начнем. С этого Слова, которое получил брат Копланд. И с помощью этого Слова мы переходим к нашей теме. «Радуйтесь и обновляйте вашу веру в сверхъестественное». Аминь. Я просматривал свои записи, которые собрал за многие годы. И вот что я нашел. Вот эта фраза. «Радуйтесь и обновляйте вашу веру в сверхъестественное». И она зажгла огонь внутри меня, который не угас. Я ищу сверхъестественное. Радость в Господе подкрепление для вас. Радость в Господе подкрепление для вас. Да. Поэтому мы радуемся и обновляем нашу веру. Обновляем нашу веру. Лично мне это говорит, что, возможно, мы слегка опоздали относительно веры в сверхъестественное и применения нашей веры вообще, и вере Богу о вещах, которые нам нужны. Итак, мы обновляем свою веру для этого времени. Мне это нравится. Потому что настало время для тех слов, веры и проповеди, которые опередили нас, чтобы исполниться и прийти к полному совершенству. Мы встанем и скажем, истина, слава Божья сошла. Слава Богу. Глория, я обновляю этим свое мышление. Я провел целенаправленное изучение, слушал, читал, изучал и готовился к тому, чтобы приготовить себя к сверхъестественному, сверхъестественному обеспечению. На самом деле это можно отнести к разным сферам. Например, когда вы говорите о сверхъестественном здоровье, сверхъестественном благоволении, сверхъестественном избавлении, сверхъестественной защите. И нам все это нужно. Аминь. В такое время, в какое мы сейчас живем. Глория, еще никогда не было такого времени, как сейчас. Учитывая все, что сейчас происходит на земле, нам необходимо знать, как жить сверхъестественной жизнью. Я думаю о вещах, о которых даже не хочется упоминать. Но то, что я вижу в новостях, я думаю, никогда не думала, что доживу до такого дня, когда кто-то подобное сделает что-то. Именно. Похоже, мы на самом краю. Выглядит так, что мы на самом краю перед восхищением церкви, и наступает время великих скорбей. А дьявол пытается принести страх в нашу жизнь. Да. И в такое время нам нужно знать, как жить сверхъестественной жизнью. Мы должны жить сверхъестественной жизнью. Вот где наша победа. Все записи этих передач доступны онлайн. О, расскажи. На сайте ксм.по. Расскажи зрителям, откуда это взялось. Это было... О, это слово. Это слово пришло к брату Копланду, и это был канун Рождества, 24 декабря 2005 года. Это было в нашем доме. А когда мы собираемся вместе, мы знаем, что-то произойдет. Что-то происходит. На Рождество. Или же День Благодарения. Какое бы событие ни было. Я этого даже не заметила. Я просто помню, что это было 24 декабря 2005 года. Как раз такой случай. Мы собрались на Рождество, у нас была потрясающая еда. Мы открывали замечательные подарки. А потом мы сидели вместе с братом Коплэндом, и он начал открывать нам Слово Божье. Слава Богу. Хорошо было, правда? И в тот день мы получили послание от Господа о состоянии нашей страны. И конкретно 24 декабря Господь побудил нас обновлять свою веру в сверхъестественное. Да. Слава Богу. Прочитай это снова, Джордж. Радуйтесь. Слава Богу. Да. И обновляйте свою веру в сверхъестественное. Я принимаю это. Ибо настало время для тех слов, веры и проповедования, которые опередили нас, чтобы исполниться и прийти к полному совершенству. Мы встанем и скажем, истинно слава Божья сошла. Только подумайте об этом. Это был канун Рождества. Да, 2005 год. 2005 года. Так что нам нужно в это углубляться сейчас. Углубляться. Углубляться. Все передачи доступны вам онлайн. Зайдите на наш сайт, смотрите эти передачи, изучайте их. Я буду напоминать вам об этом каждый день. Потому что я хочу получить ваше свидетельство о сверхъестественном обеспечении. Мы хотим разделить это с вами. И мы хотим знать, что Бог делает сверх всего в вашей жизни. Тот новый дом, который вы получили. Та новая машина, которую Господь вам дает. Обеспечение вашей семьи, вашей церкви. Исцеление. Исцеление, которое приходит к вам сверхъестественным путем. Сверхъестественным путем. Давайте поговорим сегодня о том, что такое сверхъестественное. Если взять слово сверхъестественное и разбить его на части, это очень просто. Слово сверх означает слишком, за рамками, выше, превосходящее или за пределами естественной сферы. Мне нравится это. За пределами с естественной сферой. Это нечто такое, что приходит к нам. Это то, что происходит с нами и находится за пределами этого естественного человеческого ограниченного мира. И это слово сверхъестественное. Слово «естественный» означает «более низкий» или «нижний», или «ограниченный земной сферой», сообразующийся с обычным нормальным порядком вещей в природе. Это человеческое умозаключение, а не божественное откровение. Помните, что эти записи доступны для вас. Вот что такое сверхъестественный. И когда вы складываете эти два слова вместе «горе», то вы получаете сверхъестественное, то, что происходит за пределами естественного мира. Это то, что выходит за рамки, выше, превосходит, или за пределами обычного порядка вещей в природе. Аминь. Я ищу сверхъестественное. Чудесное. Это чудеса. Это чудеса. Чудеса. О, я ищу проявление чудес каждый день. Слава Богу. Каждый день. Ты вдохновенный. Я уже говорил. До этого на передачах. Что каждое утро мы с Терри провозглашаем, и делаем это уже год. Это вошло уже в привычку, что, встав с постели, не включая свет, я обхожу кровать на ее сторону, и в темноте начинаю провозглашать «Сегодня мы ожидаем наше самое большое благословение», потому что великая благодать на всех нас. Это год победы над смертью. Это проявление любви Божьей. Мы ходим в сверхъестественном. Да. Это потрясающе. Глория провозглашается над нашей жизнью, нашей церковью, нашим служением. Не мог бы ты приходить в мой дом каждое утро? Да. Это потрясающе. Я буду будить вас по утрам. Я делаю это каждое утро. Великолепно. В темноте. А последнее время я делаю так. Я говорю «Да будет свет». И я включаю свет. И это происходит каждый день. Но скажу вам, Глория, это работает? Это работает. Это работает. Мы провозглашаем исцеление нашего тела, процветание в нашей жизни. Финансы для нашей церкви. И мы ожидаем сверхъестественного. Мы ожидаем сверхъестественного обеспечения. Верно. Мы должны пребывать в состоянии ожидания. И, конечно, когда молимся, ожидать, что это произойдет. Вы думаете, займет ли это много времени? Нет. Мы в сфере сверхъестественного. В сверхъестественном. Сверх означает «выше и над этим» естественным миром. Выше и над естественным. Ты уже золотой. Объделение сверхъестественного обеспечения такое. Неограниченное, несметное снабжение, которое приходит свыше. Аллилуйя. Вот что такое сверхъестественное обеспечение. Оно неограниченное. Мне это нравится. Его невозможно пересчитать. Оно ошеломит вас. Ему нет конца. В нем нет нормирования. Нет никаких норм. Это то, что вам нужно. Да, все, что нам нужно. Всему, что происходит вокруг нас. У нас есть сверхъестественное обеспечение, доступное нам. Иакова 1.17 в расширенном переводе звучит так. «Всякий добрый дар, и дар совершенный, бесплатный, большой и полный, идет сверху. И он исходит от Отца всего, что дает свет». Спасибо тебе. Это сверхъестественное обеспечение. В одном переводе сказано «всякий желанный и полезный дар приходит с небес». И, как мы уже сказали, Глория, сверхъестественное обеспечение приходит, когда ситуация такая, что нужно оплатить счета, а экономика и рынок труда говорят, что нет никакого способа восполнить эту нужду. Человеческими силами это невозможно. Но Богу. Но Богу. Богу возможно. Послушайте, у Бога есть потрясающие пути и неограниченные средства обеспечения, которые отменяют все естественные пределы. Да, это верно. Он может умножить хлеб и рыбу. И накормить тысячу людей. Мы видим это в Писании. Различные сверхъестественные вещи. Слава Богу. Билл Уинстон говорит, вера обеспечивает доступ к сверхъестественному. Поэтому мы должны применять для этого свою веру. Мы должны этому верить. И он говорит, послушайте это. Я дописал это от руки в конце. Если вы что-то откладываете во времени и смотрите сквозь естественное течение времени, то вы не можете действовать сверхъестественным. Сверхъестественное действует только верой. А вера является более высоким законом, чем время. Да, это правильно. Слава Богу. Это хорошо, Джордж. Слава Богу. Вера — это более высокий закон, чем время. Это абсолютно истинно. Это чудо. Это чудо. Чудо. Хорошо, послание к Ефесянам. Билл дал этому правильное определение, не так ли? Жизнь в сфере сверхизобилия. И фактически это под заголовок нашей серии. Сверхъестественное обеспечение. Жизнь в сфере Божьего сверхизобилия. Божье сверхизобилие. Мы знакомы с этим местом Писания. В Ефесянам 3.20. У вас есть расширенный перевод? Да. Посмотрите на это. Ефесянам 3.20. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Хорошо, Глория. Как это звучит в расширенном переводе? Ефесянам 3.20. Тому, кто действием в результате действия или вследствие действия его силы, работающей внутри нас, значит, это не будет происходить для любого человека, если у него не будет Слова Божьего. Нужно, чтобы внутри работало Слова Божьего. Где я читала? Я потеряла это место. 20 стих. 20 стих. Тому, кто действием в результате действия или вследствие действия его силы, работающей внутри нас, может исполнить свою цель и сделать это сверхизобильно. Несравненно больше всего того, о чем мы осмеливаемся просить или помышлять, бесконечно сверх наших самых высоких молитв, желаний, мыслей, надежд или мечтаний, вера притворит в жизнь ваши мечты, Джордж, и мы это уже испытывали. Вера исполнит ваши мечты. У меня бурашки по коже. И у меня. Я уже на подъеме. Слава. Слава Богу. Слава Богу. Тому слава во Христе Иисусе во все роды. Это мы. Мы здесь. Мы все еще здесь. Мы здесь. Во все роды. От века до века. Аминь. Я соединил разные переводы этого местописания. Давайте послушаем. Бог может сделать сверхизобильно, неизмеримо больше за пределами того, что является нормальным или обычным, и еще в дополнении к этому несравненно больше и бесконечно сверх этого. Потрясающе. Когда вы действуете сверхъестественным, вы действуете в другом месте. Вы действуете в другом месте? Да. Да. И сверхъестественное обеспечение, я это записал, не ставит ограничений на фиксированный доход. У Бога есть пути, как обеспечить нас горе. Это в моих записях. Я недоступна вам. Это то, что я делал несколько лет назад, когда мы с Терри верили Богу о доме. Я думаю о том, как мы верили Богу о доме. Вы тоже об этом думали? Да. Да. Как же Он может обеспечить вас финансами? На следующей неделе мы собираемся поговорить о... Но мы платили за Него наличными. Наличными. Это не просто поверил и платишь в течение 35 или 40 лет. Мы верили о том, чтобы заплатить за Него наличными. Мы собираемся поговорить... И все было как раз вовремя. Вовремя. И мы собираемся поговорить о том, как верить Богу о вашем сверхъестественном доме. Это такое благословение. Нам доступен сверхъестественный дом. И я приготовил список писаний. 21 способ, которым Бог дает 191 писание. Великолепно. Если вы зайдете в интернет и найдете наши заметки... Это 191 место из писания? Все они? Вы можете их распечатать. Джордж, ты провел небольшое исследование. 191 писание. Я верю Богу. Я умножаю свою веру. О сверхъестественном. И Он нам это показывает. Что ж, наше время подходит к концу. Да, это так хорошо. И давайте ответим на последний вопрос. Вы близко там от послания к филиппийцам 4 главы. Откройте послание к филиппийцам 4 главу, и мы ищем 19 стих. Хотя мы и знаем это местописание, но мы должны позволить откровению Божьему постоянно приходить к нам и постоянно сиять в нас. Тут сказано, Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Я говорю вам, в те дни, когда мы нуждались во всем, это была моя большая дубинка, моя мощь и сила. Это была большая дубинка Глории. Да, именно. И в своих записях, Глория, я написал, как это звучит в расширенном переводе. И мой Бог щедро обеспечит, восполнит сполна вашу всякую нужду в соответствии со своими богатствами. Не в соответствии с тем, что происходит здесь на земле, в соответствии со своими богатствами, в славе во Христе Иисусе. Поэтому не имеет значения, насколько плохая экономическая ситуация. Что бы вокруг вас ни происходило, мы связаны не с этим. Верно. Мы связаны не с тем, мы связаны с Тарством Божьим. Да. Слава Богу. Мне это нравится. Джордж, твоя проповедь уже сделала мне счастливой. Сверхъестественное обеспечение отменяет невозможное. Это связано с тем, что наверху... Чудеса. Это чудеса, там все чудесное. И сейчас в конце нашей передачи я дам одну цитату, которую я нашел и позаимствовал у Билла Уинстона. Сначала я услышал ее в проповеди по телевизору, затем я записал это. А потом я узнал, что это было в серии передач. На которых он учил, и он говорил, что сверхъестественное ведет нас мимо невозможного, через невероятное, к странному. К странному. Когда Бог ведет вас в сверхъестественное, Он ведет вас к месту, где сверхъестественное больше не будет вопросом выбора. Оно будет требованием. Да. Чтобы получить то, что Бог приготовил для вас, нужно сверхъестественное. Благословение становится таким большим, что люди на самом деле говорят... Разве это не странно? Им не нужен был этот большой дом, им не нужна была эта новая машина. Это просто странно, у них была хорошая машина. Слава Богу, мне это нравится. Послушайте, вот что, у нас несколько секунд. В 2014 году, 1 июля в 15.00, на Юго-Западной конференции верующих, брат Коплан дал слово от Господа. Я вот тут его внизу записал. Это у вас на второй странице. Хорошо. Внизу, на второй странице. И в нем сказано, мы уже вступили в сверхъестественную сферу, к чему Бог стремился. Слава Богу. Вот здесь. Все эти годы мы вступили. Я знаю. Просто я не помню этого пророчества. Я так рада, что ты обратил мое внимание. Я сидел и слушал его и других, и вдруг что-то коснулось моего духа. Еще тогда, на Юго-Западной конференции, мы с Карлин, нашим продюсером, знали, что будем учить по этим материалам. И когда он это сказал, я тут же передал ей этот текст. Она была в машине и записывала. Я сразу же переслал ей текст. И сказал, сделай пометку, это нужно сохранить. Это нужно сохранить. Так что, Глория, мы уже вступили в сверхъестественную сферу. Мы с вами сегодня вступили в сверхъестественную сферу. Мы уже там. Мы вступили в сверхъестественную сферу сегодня. Да. Если вы не там, тогда вам нужно туда попасть. Просто возьмите это. Запрыгните. Это как бассейн. Прыгните в него. Она здесь. Верно. Мы с Джорджем сейчас. Мы говорим о сверхъестественном обеспечении. Мне это нравится. У Бога есть пути того, как обеспечить нас. Они намного выше и за пределами того, о чем мы вообще могли думать или на что рассчитывали. Да. Но сейчас мы рассчитываем на это, потому что наш разум обновляется в отношении сверхъестественного. Мы становимся обновленными. Да. В смысле нашей веры. Мы обновляемся в отношении сверхъестественного. Это то слово, которое дал нам брат Копланд. Радуйтесь и обновляйте свою веру в сверхъестественное. Ты привел меня во стол. Мы говорим о сверхъестественном обеспечении. И хочу напомнить, что все эти передачи доступны вам на нашей странице в интернете. KCM.org.ua Там вы сможете найти наши передачи и тезисы. Все эти передачи, плюс то, что мы не успеваем сказать на передачах и из тезисах. Поэтому мы ждем от вас свидетельства о сверхъестественном. Я спрашиваю каждый день. Потому что я все больше и больше слышу, что это действительно помогает. Когда люди слышат, что Бог делает для них, послушайте, это им действительно помогает. У нас есть свидетельство, которое мы вам покажем, думаю, на следующей неделе, о партнере, который купил пять домов без всяких кредитов. Слава Богу! И это сверхъестественно. За один раз или за какой-то период? Думаю, это было сделано за один раз. Они купили это своим детям. Слава Богу! Хвала Богу! Слава Богу! Это сверхъестественно. Ты намекаешь, Джордж? Ты уже купил один без долгов? Нет, у меня красивый дом. Ты верил о нем? Аллилуйя! Слава Богу! И вчера мы начали говорить об этом и также о том, чтобы расширить нашу веру в отношении сверхъестественного. Так хорошо, это было хорошо. И сверхъестественное обеспечение — это обеспечение, которое приходит свыше, высшим путем. И это неограниченно. Супер! Послушайте, это просто безгранично, то есть превыше всего. Именно это и значит слово «сверхъестественное». Сегодня мы говорим о чем-то важном, потому что, когда вы говорите о сверхъестественном обеспечении, вы должны признать, кто является вашим сверхъестественным обеспечителем. Да, безусловно. И в этом почитать Бога. И почитать это, почитать Его. Давайте снова откроем послание к филиппийцам, 4 главу. Мы вчера закончили как раз на этом. Филиппийцам, 4,19. «Бог мой да восполнит всякую, всякую нужду вашу». Я обвела всякую. «Всякую. По богатству своему в славе Христом Иисусом». Знаете, однажды, слава Богу, я слышал определение, что такое слава Божья. Это присутствие Божье, наполненное всяким благом. Да, верно. Это слава Божье. Присутствие Божье, наполненное. Разболи, кое-что скажу. Да. Знаешь что, я читаю кое-какое Писание. Конечно. Знакомое Писание. И какие-то моменты бросаются в глаза. Тут сказано, что Он обеспечит нас Христом Иисусом. Значит, Он является источником. Он может это решить через Христа Иисуса. «Не моей силой, не твоей». Нам лишь нужно течь в согласии с Ним. Верить Слову, верить Богу. И Он исполнит. Это наше доверие Ему. Наша уверенность в Нем. Наша вера в Него. Наша вера в Слово Божье. В то, что Он сказал и что обеспечил. Христом Иисусом. Это хорошо. Мы открываем дверь. Именно. Точно. Говорю вам, Иисус любил нас точно так же, когда мы были бедными. Что как брат Хейген любил говорить, мы даже не понимали этого. Иисус любил нас. Но у нас не хватало веры, чтобы дать Ему достаточно возможности. Потому что мы не знали. Как только мы начали узнавать о вере, мы начали процветать, и мы начали верить Богу. Мы не давали Ему возможности веры. Она все время была. Да, она там была. Но нас там не было. Мы не верили. Нас там не было. И мы не знали. Но как только мы начали верить Богу... Да. Мы в то время жили в маленьком доме в Талси. Кеннет поступил в университет, а я сидела дома с маленькими детьми. У нас был старый типовой дом. Старая мебель, старая машина. Но она у нас была. Мы радовались. Да, у вас была машина. А когда мы начали служить учения брата Хейгена о вере, вся эта нищета просто ушла за двери. Мы верили Богу о каждой отдельной вещи. По очереди. Мы, конечно, верили, что Бог делает все, что Он сказал в Своем слове. И в то время, как у нас ничего не было, мы увидели это местописание, где говорится о том, что нельзя брать в долг. Да. Мы подумали, что мы обречены. Обречены. Но фактически... Это не только не сдерживает вас, не ограничивает, но это делает все возможным для вас. Да, да. Потому что вы не ограничены. Вы не ограничены тем, что делает банк. Вы не ограничены тем, что кто-то или что-то сделает. Вы совершенно ничем не ограничены. Потому что Иисус Христос восполняет ваши нужды. Не по биржевым показателям. Не по тому, что происходит на земле. Давайте, Глория, проповедуйте. Слава Богу. На небесах всегда хорошая экономика. Да, Глория. Там никогда не бывает кризиса. Там никогда не бывает депрессии. Да, верно. У них на небесах так много всего, что там улицы вымощены золотом. Да, да. Вот откуда я получаю. То, что я получаю. Именно оттуда получаем и мы. Эта часть принадлежит семье. Она именно там. Потрясающе. Я живу в семье и рождена в семье. Санаследники же Христа. Да. Аллилуйя. Мы являемся частью царской семьи. Да. Слава Богу. Он является нашим источником. Он является источником. Он является источником. Вот почему все возможно верующему. А я верю. Верно. Потому что... Я верю. Да, я тоже верю в это. И вот перевод с греческого этого местописания. И мой Бог щедро обеспечит, даст полна и восполнит доверху. Он предоставит, удовлетворит, завершит и выполнит вашу всякую нужду в трудоустройстве, потребностях, в бизнесе, в недостатке, в соответствии со своими богатствами, своим состоянием, своими деньгами, своими владениями. Да, никаких ограничений. Никаких ограничений. Извините. Не имеет значения, что происходит на земле. Не имеет. Потому что мы получаем не с земли. Мы получаем с небес на земле. После того, как Бог нам это дает. Да, вы сказали, мы получаем не с этой земли. Мы получаем с небес. Правильно. И я получила откровение. Мы получаем, как если бы мы уже были там. Как если бы мы уже были там. Как если бы мы уже были там, потому что мы рождены от Бога. Небеса уже сейчас являются нашим домом. Да. Если бы я покинула это тело, я ушла бы на небо. Там сейчас мой дом. Продолжайте. Джордж, у меня аж мурашки по коже. Мы живем небесной реальностью. Да. Хотя физически, воплоти мы еще на земле. Верно. Верно. Мы в духе. Мы в духе. У нас есть вера. Это духовная сила. Она меняет все из Слова Божьего. На процветание, на исцеление, на мир во взаимоотношениях. С членами семьи. Проповедую, я сделала себя счастливой. Он наш источник. И главный источник это небеса. Никаких ограничений. Никаких ограничений. Христом Иисусом. Аминь. Все ограничения сняты. Все границы отодвинуты. Нам доступно все, что написано в Слове Божьем. И Бог полностью восполнил все нужные. Аминь. В 22-м псалме сказано «Чаша моя преисполнена». Да, это хорошо, Джордж. Я ни в чем не верю. Это хорошее описание. Чаша моя преисполнена. Чаша моя преисполнена. И мы должны ожидать это каждый день. В одном из псалмов сказано. Это образ жизни. Да, это образ жизни. Он всякий день осыпает нас плаками. Так сказано в Писании, и я этому верю. И это сверхъестественное. Сверхъестественное действие. Он наш источник. Мы должны это решить. Да. Вы сегодня же должны решить, что Бог является вашим источником. Его Слово – наш источник. Я нашел это место, Глория. 1 Коринфянам 8.6 в расширенном переводе. Тут сказано «Но у нас там есть только один Бог-Отец, который является источником всего, для которого мы имеем жизнь, и один Господь Иисус Христос, через Которого и Которым есть все, и через Которого и Которым и мы есть, существуем». Неограниченный. Неограниченный. Он наш источник. Мне нравится это слово, которое сказал Брат Копланд. 11 ноября 2010 года в Вашингтоне. Мы часто проводим там собрания, в Вашингтоне. Но послушайте, какое Господь дал слово. Не ждите обеспечения от государства. Не ждите обеспечения от других людей. Аминь. Нет, нет, пасторы, не ждите своего обеспечения только от Вашей пасторы. Иисус – наш источник. Благословение Авраамова – вот наше обеспечение. Хорошо. Слово Божье является нашим обеспечением. Хорошо, Джордж. Сегодня мы только на один пункт приблизились к своей цели. Что Бог является Вашим источником сверхъестественного обеспечения. Он наш сверхъестественный обеспечитель. Давайте скажем это вместе. Он наш сверхъестественный обеспечитель. Он наш сверхъестественный обеспечитель. Он наш сверхъестественный обеспечитель. Знаешь, Джордж, я не рассказываю сейчас о чем-то, прочитанном в газете. Мы живем так уже более сорока лет. Мы начали с ничего, с небольшого арендованного домика у реки в Талсе. Нам нужна была машина, нам нужно было все, одежда. Мы начали изучать слово, и мы узнавали о вере от брата Хейгена. Кеннет посещал собрание брата Робертса, он слушал его проповеди об исцелении. И мы узнали, что это принадлежит нам, и мы просто взяли это, то, что нам принадлежит. Да. Глори, вы должны знать следующее. Мы с Терри, Келли, Джон, Мэри, Джереми, Сара, Рэйчел, Линдси, Дженни. Я перечисляю почти всех членов нашей семьи. Все эти годы мы наблюдаем за вами. И вы сами делаете то же самое. И из того многого, что мы замечали у вас, главным было то, что когда миссия переживала трудные времена, а я был исполнительным директором как раз во время одного из таких периодов, выходя в эфир, вы никогда не просили денег. Вы полагались на ваш истинный источник. Наш источник. Это правда? Вы смотрели на свой источник. Бог является нашим источником. И каждый раз этот источник был верным. Сколько уже лет? Около 50? Около 50 лет. Слава Богу. Он будет верным всегда. Около 50 лет. Да, вечности. Нашему служению уже 50 лет. 50 лет. Мне еще нет 50. О чем ты говоришь? Я знаю, это точно. Когда вам хорошо время летит. Спасибо, что это так. Оно летит. Это так замечательно. Все эти годы нам хорошо, потому что мы наблюдаем за тем, как вы, Сканеттам, сделали Бога источником этой миссии. Да, слава Богу. Источником своей жизни. И мы наблюдаем, как Бог верно восполняет нужды и обеспечивает. И вам нужно выработать такой менталитет, когда Бог ваш обеспечитель. Мы должны обновлять свой раз. Мы должны это усвоить. Я выделил некоторое время. Да, именно так. Позвольте, я вам прочитаю. Откройте, пожалуйста, 22 главу книги Бытия. Там сказано, что Бог является нашим обеспечителем. Речь идет об Аврааме и Исааке. Когда Авраам взял Исаака на гору, чтобы принести его в жертву. И Господь обеспечил Авраама жертвой. Да, абсолютно верно. В седьмом стихе сказано, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. Таким образом, Авраам признает, кто является истинным источником. Мой Бог обеспечен. И вам нужно это говорить. С чем бы вы ни столкнулись. Говорите это в лицо любой ситуации. Мой Бог обеспечит меня. Мой Бог восполнит все нужды. Мой Бог восполняет прямо сейчас. Нам нужно выработать этот менталитет, ориентированный на настоящее время, на сейчас. Потому что это уже обеспечено. Это уже наше. Мы берем это. Мы это берем. Мы принимаем. Да. И тринадцатый стих. «И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овны и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего». Жертва уже была там. Жертва уже была там. Но что, если бы он не возвел очи и не полагался на Господа и не посмотрел вокруг? Для меня, Глория, возведение очей символично означает, что мы должны поднять вверх нашу веру и смотреть на Господа. Да, верно. Поднять глаза на Слово Божие. Не смотреть на естественные обстоятельства. Не смотреть на себя, как на того, кто не имеет и не может иметь, но быть уверенным, что это доступно нам прямо сейчас. Это доступно. И вы сможете увидеть это, когда этого у вас нет. Да, можете. И это единственный способ получить это. Я всегда возвращаюсь в памяти к тому маленькому домику в Талсе со старой мебелью. Это крошечное помещение. Старая машина. Мебель еще более изношенная. И мы должны были смотреть вверх. Вы должны были смотреть вверх. А когда вы смотрите вверх, вы полагаетесь на Бога. Вы полагаетесь на небеса. Вы полагаетесь на Слово Божье. А вы полагаетесь на обеспечение. Вы заглядываете в невозможное. И в невозможном вы находите все. В дух. Все в духе. Это хорошо. Мне это нравится. И я хотел, чтобы мы взглянули на 14 стих. Бытие 22, 14. И нарек Авраам имя места тому, Егова Ира. Посему и ныне говорится, на горе Еговы усмотрится. В одном переводе, Глория, здесь написано. Авраам назвал это место «Господь обеспечит». Усмотрится. Усмотрится. Это хорошо использовать, когда вы молитесь. Усмотрится. Усмотрится. Я верю Богу о доме. Верно. Усмотрится. Усмотрится. Правильно. Аминь. Слава Богу. Или я верю о машине. Я верю, что буду знать, что мне делать в будущем. Усмотрится. Усмотрится. Мой сверхъестественный обеспечитель. Мне это нравится, Джордж. Спасибо. Слава Богу. В одном из переводов сказано, Авраам назвал это место «Бог Ира» или «Бог усмотрит». Вот откуда у нас есть такая поговорка. На Божьей горе Бог усмотрит. Слава Богу. Потому что Он источник. Аминь. Он наш сверхъестественный источник восполнения. Аминь. Я это знаю. Глория, давайте в завершении посмотрим наши заметки на второй странице. Это прошло быстро. Время идет очень быстро. Если вы перейдете к следующей странице в ваших записях, тут есть упражнение для вашей веры, которое вы можете выполнить. Господь Бог, который является нашим сверхъестественным обеспечителем. Одно из имен Бога. Обеспечитель. Вот что я делал. Когда я это изучал, я практиковался. Всюду, где вы видите его имя, добавляйте после него сверхъестественный обеспечитель. Это хорошо. Мне это нравится. Это обновит ваш разум относительно Божьего сверхъестественного обеспечения. Аминь. И вот что я сделал, Глория. Я обратился в Второзаконие 28 и нашел там несколько мест. И, например, в 8-м психе сказано, «Пошлет Господь тебе благословение». А я в скобках добавил, «Господь мой сверхъестественный обеспечитель пошлет мне благословение в жительцах моих и во всяком деле рук моих. И Он, мой сверхъестественный обеспечитель, благословит меня на земле, которую Господь, Бог мой, мой сверхъестественный обеспечитель, дает мне». Именно так это оседает внутри нас, и так мы получаем все, что Бог приготовил для нас. 11 стих. Я люблю Его и часто на Него опиралась. Да. Продолжай. 11 стих. «И даст мне Господь, мой сверхъестественный обеспечитель, изобилие во всех благах, в плоде чрева моего и в плоде скота моего и в плоде полей моих на земле, которую Господь, мой сверхъестественный обеспечитель, клялся Отца моим дать мне». Вопрос решен. Вопрос решен. Глория, а почему бы вам не прочитать 12 стих? Сейчас Глория будет делать это упражнение. «Откроет мне Господь, мой сверхъестественный обеспечитель, добрую сокровищницу свою». Это большая сокровищница. «Добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле моей во время свое. И чтобы благословлять все, скажи, Джордж, все, все делорук моих. И я, скажи, я, я буду давать взаймы многим, скажи, многим, многим народам, а сам не буду брать взаймы». Мы уже довольно долго так действуем. «И у нас ни в чем не было недостатка. Мы не нуждались ни в одном благе». «Да будет слава Богу». Он наш сверхъестественный обеспечитель. Да. Сверхъестественный обеспечитель. Бог нелицеприятен. Несколько последних писаний. Псалом 67, 20. «Благословен Господь мой, сверхъестественный обеспечитель, который всякий день осыпает меня благами». «Бог, мой сверхъестественный обеспечитель, Бог моего спасения». Аллилуйя, Джордж, это потрясающе. И кроме того, в расширенном переводе, 2 Коринфянам 9, 8. «Мне нравится». «И мой Бог, мой сверхъестественный обеспечитель, силен сделай так, чтобы всякая благодать, всякое благоволение и земное благословение пришла ко мне в избытке, чтобы я мог всегда, и при всех обстоятельствах, и при любой необходимости быть независимым, имея достаточно, чтобы не нуждаться в помощи или поддержке и быть снабженным в избытке на всякое доброе дело и благотворительное даяние». И последний пункт, записанный мной тут. У нашего сверхъестественного обеспечителя необычные способы и неограниченные средства обеспечения, которые отменяют все естественные пределы. Аллилуйя. Третья страна. Хорошее слово, Джордж. Хорошо. Третья. Хорошо. Я здесь. Слово, которое пришло через брата Копланда от Господа. 10 ноября 2011 года. Господь сказал, «У меня есть огромная кладовая. Большая часть богатств, хранящихся в этой кладовой, выходит за рамки твоих самых смелых мечтаний. И я приготовил для тебя еще до основания мира». Намного больше. Там хранится намного больше, чем когда-либо просила церковь. «Я никогда не удерживал это от церкви», говорит Господь, Бог изобилия. «Я сделал это доступным для тебя. Я вложил это в свое слово. Я дал обещание и подкрепил его кровью, драгоценной кровью твоего спасителя. Но мой народ медлил овладеть тем, чем я обеспечил тебя». Но вот что я скажу. Есть народ на земле. Есть народ по всему миру. «Сильный и могущественный народ, который становится все сильнее, могущественнее и смелее, чтобы овладеть этим». «Смелее, чтобы овладеть». «Они востребуют веры то, что я приготовил для тебя. И меня это восхищает, говорит Господь, потому что это было все время твоим». «Я не собираюсь медлить». «Я тоже не собираюсь медлить». «Слава Богу, аллилуйя». «Я буду смелым, чтобы завладеть». Поэтому мы поменяем его на «круг сверхъестественного обеспечения». Невозможно разорвать круг сверхъестественного обеспечения. «От да, понимаю». «Глория так сказала, и я ее процитирую». Пару минут назад она сказала, «Если вы не приносите десятину и не сеете, вы не живете сверхъестественным». Скажу еще раз, если вы не приносите десятину и не сеете, вы не живете в сверхъестественном. Вы не можете разорвать круг сверхъестественного обеспечения. Итак, Глория начнет рассказывать об этой песне «Пусть круг не разорвется». Мы посмотрели и решили переписать. Вот первая часть переписанной песни, хорошо? Мы готовы. Вы будете петь со мной? Нет, я не буду. Вы не должны, если вам не хочется. Я окажу тебе услугу. Хорошо, начали. «Пусть круг не разорвется». И благословение прольется в мое сердце прямо с неба. Сверхъестественное обеспечение моя доля. Все вместе. Пусть круг не разорвется. Это хорошо. Замечательный, Глор. Это хорошая песня, правда? Я хочу еще поработать над ней. Это прекрасно. Я в это верю. И мы решили, что это первая песня, написанная совместно вами и мной. Может быть, мы привлечем Каната, чтобы он ее спел. Наберись терпения. Это может произойти. Никогда не знаешь. Никогда. Если ты встанешь и споешь, и она хорошо прозвучит, он может и сделает это. Если бы я встала и спела, он, наверное, пришел бы домой и залез под стул. Но ты поешь. Все это для того, чтобы сказать, что существует круг сверхъестественного обеспечения. Этот круг нельзя разрывать. Он разрывается, когда вы перестаете приносить десятину и прекращаете сеять. Нельзя просто сидеть и говорить о сверхъестественном обеспечении, не принимая участия в том, что закладывает сверхъестественное обеспечение и приносит его. Нельзя подвергать риску то, что приносит его в вашу жизнь. Десятина – это сверхъестественный акт, приносящий сверхъестественные результаты. Да, это верно. Сеяние – это сверхъестественный акт, приносящий сверхъестественные результаты. Идаяние – это сверхъестественный акт. Если мы откроем Галатам 6 главу, давайте, кстати, откроем ее. Галатам 6 глава, 7 и 8 стихи, в расширенном переводе звучат так. «Ибо что человек сеет, это, и только это он пожинает. Потому что кто сеет в свою плоть, в свою более низменную, чувственную натуру, тот от плоти пожнет упадок, разрушение и гибель. Но тот, кто сеет в дух, от духа пожнет вечную жизнь». Десятина и сеяние – это сверхъестественные акты. Приношение десятины не является естественным действием. Это сверхъестественное действие. Мы используем деньги, чтобы отдавать свою десятину. Однако приношение десятины производится словами. Мы провозглашаем над этой десятиной. Мы верим Богу в отношении этой десятины. И десятина что-то выполняет. Она открывает небесные окна и позволяет изливаться благословению. Сверхъестественный акт приношения десятины и сеяния принесет сверхъестественный урожай, сверхъестественного обеспечения, независимо от экономических условий. И это нужно, чтобы с вами происходило. Именно это и должно происходить с вами. Чтобы вы перешли из естественного во сверхъестественное. Да, да. И урожая всегда больше, когда вы действуете в сверхъестественной сфере. Приношение десятины открывает небесные окна. Сеяние приносит стократный урожай. Теперь посмотрите сюда. В конце страницы, Глория. Я добавил это слово от Господа, пришедшее через брата Чарльза Кэпса. Я прочитаю его от начала и до последней строчки. Хорошо. Финансовая инверсия будет в эти дни возрастать. Ибо, поймите, мое желание двигаться в сфере вашего финансового преуспевания. Хорошо. Но вы позвольте мне, говорит Господь, позвольте мне, чтобы я мог войти и действовать в ваших интересах. Как люди ходят в моем слове, так они и будут ходить путями Господними. О, да, будут люди, которые скажут, да, Божий Пути выше, намного выше наших путей, и мы не можем ходить Его путями. Это правда, что Божий Пути выше. Они выше, чем ваши пути, так же, как небо выше земли. Но я научу вас ходить моими путями. Или здесь можно было бы сказать, я научу вас ходить моими высшими путями. Я никогда не говорил, что вы не можете ходить моими путями. Теперь учитесь этому. Учитесь давать. Да будет так, что все в финансовой системе перевернется, и будет так, что Евангелие Царства будет проповедано во всем мире, и в Царстве Божьем не будет никакого недостатка. Не будет лишения. Посмотрите на последнюю строчку. «Те, кто дают, будут ходить путями сверхъестественного». Аминь. Мы принимаем это, Господь, и мы благодарим Тебя за это. Те, кто дают... Слава Богу. ...будут ходить путями сверхъестественного. Круг благословения не будет разорван. Круг благословения не будет разорван. Он проявится. Оно проявится в сверхъестественном обеспечении. Если мы будем верными даятелями десятины. Я знаю, что вы с Канатом верные даятели десятины. Мы, Стери, верные даятели десятины. Мы отдаем десятину от всего. И мы сейчас перейдем к этому, рассматривая третью главу книги Малахии. Откройте книгу пророка Малахии, третью главу. И сегодня мы говорим о той связи со сверхъестественным обеспечением, которое обеспечивает ваше отделение десятины и сеяния. Глория, очень многие люди восстают против десятины. Я знаю. Ищут любых путей. Они восстают против своего изобилия. Восстают против своего изобилия. Они ищут любых путей, чтобы избежать этого и чтобы не приносить десятину. Ищут любых путей. Но я ищу любые пути, чтобы приобщиться к этому. Потому что я знаю, согласно третьей главе книги Малахии, в десятом стихе, сказано так. «Принесите все десятины в дом-хранилище, чтобы в доме моем была пища». И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф, «Не открою ли я для вас отверстия небесные». Здесь сказано «отверстия», в другом переводе «окна», а на иврите «шлюзы». «Не открою ли я для вас шлюзы небесные, и не залью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», говорит Господь Саваоф. «И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделены». «И залью на вас благословение». На полях написано «выплесну». «Нет пределов». «Выплесну на вас благословение». «Это благословение». «Предела не существует». «Предела нет». «Нет предела». «Слава Богу». «Мне это нравится, Джордж». «Слава Богу». «Этому нет никаких ограничений». Но затем посмотрите на 13-й стих в Малахе. «Дерзостны предо мною слова ваши», говорит Господь. Нужно говорить правильные слова. Да. Нужно оставаться позитивными и ожидать, верить Богу. Ожидать, что это произойдет. Ожидать, что оно произойдет. Я ожидаю. Когда мы приносим десятину, мы ожидаем сверхъестественного обеспечения. Я ожидаю, что небесные окна откроются. И из небесной кладовой, как через шлюзы, в мою жизнь хлынет изобилие. Почему? Потому что он так сказал. Ожидание. Он это сказал. Оно есть. В Бытии 14 сказано о том, что Аврам, или Аврам, как его тогда звали, принес десятину. И дальше сказано, что после приношения десятины было слово Господа к Авраму в видении. И сказано, не бойся, Аврам. Я твой щит. Награда твоя весьма велика. В одном из переводов сказано. Твое вознаграждение будет чрезвычайно великим. Мне это нравится. Я это принимаю. Я это беру. Я это принимаю. Вот что пришло в результате приношения десятины. Он предложил свое пожертвование. Да. Бог дал ему хорошее слово. Он принес десятину, и к нему пришло слово от Господа. Люди не осознают, что когда они приносят десятину, они могут получить слово от Господа. Это может произойти в момент приношения десятины. И мы с Терри дома уделяем внимание тому, чтобы молиться над нашей десятины. Мы переняли это у вас с канетом. Вы вдвоем вместе проводите время в молитве над вашей десятины прежде, чем принести ее. Мы теперь делаем то же самое. Слава Богу. Мы молимся над десятины. Поклоняйтесь Богу. Мы поклоняемся Господу десятиной. И бывало такое, как у Авраама, что во время поклонения Господу нашей десятиной мы получали слово от Господа. Небеса открываются. И это обеспечение изливается. Иногда оно приходит видеть слово от Господа, его водительство, в котором мы нуждаемся. Он говорит, «Я твой щит, награда твоя весьма велика». Это Бытие 15.1. И мне также нравится, что Лерой Томпсон однажды сказал об этом месте Писания. Он провел небольшое исследование. И это то место, где Бог сказал, «Награда твоя весьма велика». Лерой Томпсон сказал, что в его исследовании там сказано, фактически, «Я твой поставщик быстро приумножающихся денег». Мне это нравится. «Я твой поставщик быстро приумножающихся денег». Так что мы с Терри предстаем пред Господом, как приносящий десятину, от имени приносящих десятину, ожидая сверхъестественного обеспечения, ожидая, что Бог – это наш сверхъестественный обеспечитель, поставщик наших быстро растущих денег. И с нами это уже повторяется снова и снова. Восполнение, сверхъестественное обеспечение, которое Бог приготовил для нас. Просто удивляет. Я хочу дать короткое свидетельство о Миссии Конноты Копланда. Вы должны это помнить. Мы все помним, это было в 1984 году. В 1984 году услужение Конноты Копланда был долг на 1 миллион долларов. И к тому моменту я был исполнительным директором Миссии Конноты Копланда. В первую очередь. Я отвечал в основном «Да, за телевидение». Через несколько лет, в 1989 году, мы уже задолжали 10 миллионов. И все это происходило из-за ежедневных телевизионных передач, которые мы транслировали. Но я верю, что то, что произошло в 1984 году, проложило дорогу сверхъестественному обеспечению для нашей Миссии в 1990 году. Когда мы пересекли этот рубеж в 10 миллионов долларов, этот долг, но немного вернусь назад, я забежал вперед. Нужно рассказать все в хронологическом порядке. Я исправлюсь. Хорошо. В 1983-1904 годах Миссия Конноты Копланда задолжала 1 миллион долларов. В январе 1984 года брат Копланд уехал в свой молитвенный домик, чтобы молиться об этой ситуации. Он предстал перед Господом и сказал, «Господь, мы задолжали 1 миллион долларов. Нам нужен 1 миллион долларов». И Господь сказал ему, я записал этот ответ, который пришел на его молитву, «Принеси десятину от дохода Миссии и 10% с наибольшего дохода». Эта информация, Глория, у меня дома в папке. Я получил ее из вашего письма, которое вы написали партнером в конце 1984 года. На самом деле? Я этого не помню. Где вы делились и рассказывали об этой ситуации. Именно оттуда это я и узнал. И вы там написали, что Кеннет не ожидал такого ответа. Но он с готовностью послушался, и финансовая ситуация кардинально изменилась. Сверхъестественный акт приношения десятины проложил путь и принес сверхъестественное обеспечение для Миссии. С тех пор у нас никогда не было такой ситуации? Была через несколько лет. Я был исполнителем-директором с 1980 по 1989 годы. В тот год мы ежедневно выходили в эфир по телевидению. Еще один большой шаг, Вера. Это был большой шаг, Вера. Телевидение 6 дней в неделю. Однажды вечером я сидел в своем офисе и кое-что подсчитывал на калькуляторе. И когда я туда посмотрел, то увидел, мы задолжали по нашим телевизионным счетам на пару месяцев. И если мы будем продолжать в том же направлении, то это будет все больше и больше накапливаться. И к концу 1989 года у нас уже была задолженность на 10 миллионов долларов. Мы несколько месяцев отставали в оплате за телевидение. Нет, нет. Нехорошо отставать в счетах ни в чем, а в телевидении подавно. Но мы применяли веру. Просто верили Богу, собирали наших сотрудников, вместе поклонялись Господу. И что мы никогда не прекращали делать, так это приносить десятину. О, да. И в 1984 году мы начали приносить десятину и продолжали это делать. Десятину с дохода в служение. С дохода в служение. И продолжали приносить десятину. И за период с 84-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го по 89-й годы наша задолженность выросла до 10 миллионов долларов. Но мы продолжали приносить десятину все это время. Я даже помню, Глория, когда мы строили здесь административное здание и вынуждены были на время прекратить стройку за финансы. Но мы не прекратили приносить десятину. И вот слово для вас. Через что бы вы ни проходили, не переставайте приносить десятину. Не переставайте, нет. Это доступ к сверхъестественному обеспечению и к мудрости, которую Богу нужно передать вам, чтобы вывести вас из ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Не отключайте благословения в вашей жизни, прекратив приносить десятину. Мы никогда не прекращаем давать десятину. Вы никогда не прекращаете давать десятину. Мы никогда не терпели поражение и выходили из ситуации. Мы никогда не проигрывали. Когда мы достигли 10 миллионного дефицита в 90-м году, Никто не говорил, что это удовольствие. Мы верили Богу. Да, конечно, никто не говорил, что это удовольствие. Но мы продолжали приносить десятину все это время. Мы не останавливались. Если вы думаете, что вы можете взять эти деньги и использовать их на что-то, еще не делайте этого. Это Божьи деньги. Это Его. Они принадлежат Ему, и Он хочет сделать с их помощью что-то сверхъестественное в вашей жизни, чтобы вывести вас из вашей ситуации. Итак, мы не переставали приносить десятину. И в январе, когда мы смотрели на это с естественной точки зрения, в земном измерении, казалось, это займет года два, чтобы выбраться из этого. Но Бог, наш сверхъестественный обеспечитель... Но Бог. К маю того года все счета были полностью оплачены. И 10 июля 1990 года, в 9 утра, Ваша сестра Джен принесла мне на подпись чек, чтобы оплатить последний счет за телевидение. И в тот день задолженность была полностью погашена. Слава Богу. Это было сверхъестественно. Аллилуйя. Сверхъестественно. Значит, мы выбрались из этого за несколько месяцев? Всего за шесть месяцев. Шесть месяцев. Мы были должны 10 миллионов долларов, и за шесть месяцев смогли погасить этот долг. Шесть месяцев. И мы не говорили людям об этом? Не собирали? Мы не объявляли об этом. Мы не собирали деньги. Мы не делали ничего. Бог обеспечил. Но только применяли свою веру и продолжали сеять, давать. Продолжали давать, и давать, и давать. И когда вы оказываетесь в таких трудных финансовых обстоятельствах, начните искать, куда вы смогли бы отдавать. Начните смотреть на свою десятину. Держите ее перед Господом и говорите, Господь, это моя десятина. Ты что-то с ней сделаешь. И мы вместе запрещаем пожирателю. Запрещаем ему красть у нас. Глория – это сверхъестественный акт, который дает сверхъестественные результаты. И именно это лежит в основе наших действий, направленных на то, чтобы принести сверхъестественное в нашу жизнь. Слава Богу. Мы это доказывали. Снова и снова. Давайте быстро посмотрим, что написано во 2 Коринфянам, 9 главе. Итак, десятина. Нельзя разрывать круг. Не разрывайте цикл даяния и приношения десятины, потому что вы закроете сверхъестественное. Нельзя прекращать. Не прекращайте. Дайте Богу место для работы. 2 Коринфянам, 9 глава, 6 по 8 стихи. В расширенном переводе сказано. Помни следующее. Кто сеет скупо и неохотно, пожнет тоже скупо и неохотно. А кто сеет щедро, так, чтобы к кому-то пришли благословения, пожнет также щедро и с благословениями. Пусть каждый дает так, как самостоятельно решил в уме, поставив цель у своем сердце. Не с неохотой, грустно или по принуждению, потому что Бог любит, ему доставляет удовольствие, он ценит превыше всего и не хочет покидать и обходиться без веселого, радостного, скорого наделания даятеля, чье сердце вложено в его даяние. И мой Бог всегда сделал так, чтобы всякая благодать, всякое благоволение и земное благословение пришла к вам в избытке, чтобы вы могли всегда и при всех обстоятельствах, и при любой необходимости быть независимыми, иметь достаточно, чтобы не нуждаться в помощи или поддержке, и быть снабженными в избытке на всякое доброе дело и благотворительное даяние. Сколько лет мы это делаем? Более 50 лет. Мы живем в сфере чудесного более 50 лет, и Бог всегда давал ответ и притворял его, слава Богу. Аллилуйя. Всегда. Когда-нибудь я прочитаю вам, что у меня написано на полях, рядом с этим местом Писания. Когда будет время? Это большая страница 2 Коринфина. Вот еще один последний пример. Сверхъестественного акта Даяни. Книга Бытия, 26 глава. Исаак оказался в ситуации, когда на земле был великий голод. Земля высохла. Да. Ни у кого не было урожая. Но Исаак, как сказано в Бытии, 26 главе, 12 и 13 стихе, «И сел Исаак в земле той и получил в тот год ячменя во сто крат, потому что Господь благословил его». И дальше сказано. «И стал великим или богатым человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим». Не просто богатым, а очень богатым. Очень богатым. Он пожинал жатву в то время, как никто другой не пожинал. И это сверхъестественно. Сверхъестественный урожай. Сверхъестественное обеспечение. Аминь. Итак, сегодня мы начали передачу «Не разрывайте круг сверхъестественного благословения». Не разрывайте. Пусть круг не разорвется. Продолжайте приносить десятину. Продолжайте сеять. И продолжайте пожинать сверхъестественного урожая. Аминь. Слава Богу. Сверхъестественного обеспечения на этой и на следующей неделе. Хорошо. И я лично уделяю время для того, чтобы расширить свои способности, чтобы обновить мой ум, обновить мою веру. Да, я тоже. И мы с Терри дома говорили о сверхъестественном. Мы все время говорим об этом. Слава Богу. Сверхъестественное здоровье. Сверхъестественное богатство. Аминь. Да. Сверхъестественное благоволение. Именно так мы должны ходить. Избавление. Защита. Мы должны получать с небес все, что небеса для нас приготовили. А это несравненно выше и за пределами естественной сферы на земле. Как Библия описывает «не небо» на земле. «Не небо» на земле. Именно в них мы должны ходить. И Бог восполняет все наши нужды по богатству Своему в славе Христу. С Том Иисусом. Это сверхъестественно. Да. Это сверхъестественное обеспечение, когда мы верим Богу и получаем из таких источников, которые мы раньше даже не считали возможными. Да. Люди ограничивают себя тем, как Бог может обеспечить и как Бог может воспользоваться. Смотря на свою ситуацию и на то, что у них происходит. В сверхъестественном обеспечении, сама идея этого чудесного, необычного обеспечения Божьего снимет все ограничения фиксированного дохода. Да. Совершенно верно. Она приведет людей к свободе. Финансовой свободе в их жизни. Я процитирую Билла Уинстона. Он сказал, сверхъестественное ведет нас мимо невозможного, через невероятное к странному. Когда Бог ведет вас в сверхъестественное, Он ведет вас к месту, где сверхъестественное больше не будет выбором, а оно будет требованием. Нам нужно этого достичь. В наше время нам нужно этого достичь. Голод, не голод, экономика, в каком бы направлении это ни двигалось, рынок труда. Послушайте, сверхъестественное обеспечение. От сверхъестественного обеспечителя. Ставит нас в такое положение, когда все полностью обеспечивается и восполняется. До переполнения. До такого уровня, когда вы кричите, это слишком много. Да. Мне нравится эта фраза к странному. Знаете, люди, не ценящие проповедников, служителей Божьих. Да. И даже рожденные свыше христиане, верящие в Бога, когда видят кого-то, кто благословлен. Конечно. Возможно, они построили дом больше, чем кто-то, считать, что им такой нужен. И они говорят, это просто странно. Просто странно. Да, это странно. Вы покупаете хорошую машину, или самолет, или ракетоноситель. И люди говорят, это просто странно. Ему не нужен этот ракетоноситель. Да. Понимаете, благословение они называют странным. Чтобы это ни было, любое преумножение. И не имеет значения, какой у вас социальный статус. Не имеет значения, где вы живете. Бог поменяет и ваше соседство. Он переселит вас из вашего района. Бог обеспечит вас всем необходимым, потому что он щедрый и любящий отец. Да. И нам стоит обновлять свое мышление и обновляться в своей вере. В слове, которое Господь дал брату Копланду несколько лет тому назад, сказано, вы должны радоваться и обновлять свою веру в сверхъестественное. И сверхъестественное разрушает всякие ограничения, раздвигает стены. Так и есть. Не знать никаких ограничений. В нем нет никаких ограничений. Именно об этом мы и говорим. Именно в отношении этого мы обновляем свое мышление. И послушайте, наши передачи и тезисы доступны для вас на нашем сайте. kcm.org.ua Можете скачать передачи для себя, посмотреть их еще раз. Можете поделиться ими со своими друзьями. На данный момент у нас уже 400 тысяч загрузок. Это потрясающе. С того момента, как мы с вами начали учить на эту тему. Еще в 2010 году. 400 тысяч людей загружают тезисы. Давай попросим их написать нам и рассказать свои свидетельства. Они их распечатывают, пользуются ими, делятся ими. Я хочу получить ваши свидетельства о сверхъестественном обеспечении. У меня их там было несколько. Вот одно. Оно из Лагоса, Нигерия. Если вы процветаете в Лагосе, вы можете процветать повсюду. Боже мой, вы процветаете. Этот человек пишет. Я изучал ваши тезисы 40 дней процветания. Слава Богу. И 21 способ, которым Бог дает обеспечение. Благословение Авраама. Это то, чему мы с вами учили на этих передачах. И он говорит, моя компания выиграла контракт на 987 тысяч долларов. Спасибо, Иисус. И к данному моменту нам выплатили уже полмиллиона. Я говорю вам, в Лагосе это все равно, что тут 50 миллионов. Это удивительно. Разве это не замечательно? Это удивительно. У меня мурашки по телу. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты благословляешь его. И мы хотим видеть ваши свидетельства. Поделитесь с нами тем, что Бог делает в вашей жизни. Что-то, что называется странным. Я имею в виду, выходит за пределы того, что вы знали или видели. Благословение. Потому что, Горя, мы сейчас вместе с нашими партнерами, нашими друзьями верим относительно сверхъестественного. И верим относительно сверхъестественных домов, машин, финансов, одежды, что Бог обеспечит вас всем необходимым. Обычные люди, не слушающие, не верящие Слову Божьему, слушают нас и могут сказать, им легко, у них есть это, у них есть то. Послушайте, мы начинали со старой машины, ветхого арендованного домика и подержанной мебели. Но мы начали слушать Слово, и все изменилось. Мы поступали по Слову Божьему. Точно так же начинали. Я взял Терри, по-моему, было сразу после того, как мы поженились. Взял ее в ресторан на ужин. И мы поехали в место, и, возможно, вы помните, это под Далласом. Называется Южная кухня. Я повез ее в ресторан, и у нас едва хватило денег на чаевые. Меня это очень сильно озаботило. Мы пригласили моих родителей на ужин в ресторан Кэтлмена на Мейн-стрит. Это было сразу после свадьбы. И мои родители приехали нас навестить. Я пригласил их на ужин. Я не был вполне уверен, хватит ли мне денег, чтобы заплатить за этот ужин. Вот как туго у нас шли дела. И я испытал такое облегчение, когда мой папа сказал, «Позволь мне оплатить ужин, Джордж». И ответил, «Хорошо, папа». Да. У вас наверняка не было достаточной суммы. У меня не было достаточной денег, чтобы заплатить за тот ужин. Так что Господь позаботился о тебе. Слава Богу, времена изменились. Вы можете питаться в любом месте, где хотите. Те, не навсегда в прошлом. Потому что... Благодаря благословению. Благодаря. Благословению мы научились ходить сверхъестественно. В благословении. Благословение Авраама. Мы знали, как ходить под проклятием. Трудные денежные счета, которые не могли оплатить. Да. Другие обстоятельства. Но потом мы научились ходить в благословении. Верно. И все изменилось. Все изменилось. Все меняется. Это сработает для каждого. Верно. Верно. Вы тоже научитесь. Сегодня и завтра мы проведем время в Ветхом Завете и будем рассматривать ветхозаветные примеры сверхъестественного обеспечения. Нам по-настоящему нужно обратить внимание на то, что они делали. Потому что нам следует ожидать намного большего из всего происходящего сейчас. Мы находимся под лучшим заветом. Мы под лучшим заветом, с лучшими обетованиями. Так что если они могли это делать в Ветхом Завете, мы, конечно, можем делать это здесь и сейчас. Давайте рассмотрим некоторые из них. Глория. Хорошо. Бытие 26 глава. Мы немного говорили об этом вчера. Давайте вернемся к этому. Бытие 26.1. Был голод в земле. Пришли тяжелые времена. И Исаак был готов покинуть ту землю, ту территорию. И вот Господь сказал ему «Останься». В третьем стихе Бог говорит «Странствуй по сей земле». Здравый смысл, наверное, говорил ему «Покинуть землю», но Господь сказал «Останься». Останься. Почему? Потому что именно здесь Его ожидало благословение. Слушайте, благословение ожидало Его. Вот почему мы должны быть послушны Духу Божьему. Третий стих. «Странствуй по сей земле, и я буду с тобой, и благословлю тебя. Благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву мою, которую я клялся Аврааму, Отцу твоему». То есть Он сказал ему остаться в той стране. Послушайте. Не имеет значения, что сейчас происходит в вашем городе. Не имеет значения, в каком состоянии экономика. Глория только что написала статью для журнала «Победоносный голос верующего» и назвала ее «Неприкасаемая». «Неприкасаемая». Послушайте. Хорошо, она мне нравится. Мы под защитой Дома Веры. Аминь. От всего, что происходит вокруг нас. От всех событий. Потому что благословение окружает нас и защищает нас. Мы больше не под проклятием. И Исаак входил в эту ситуацию, будучи под благословением. И хотел, чтобы мы посмотрели. Существует стена благословения, которую нельзя разрушить. Ее нельзя снести. Она на нас. Мы можем сами разрушить ее неверием, сомнением, глупыми словами. Но существует стена благословения, доступная верующим во Христе Иисусе, которую нельзя снести, несмотря на то, что происходит в естественном мире. Защищенными от всего, что там происходит. Сверхъестественная защита доступна нам. Да. Вам нужно приносить десятину и быть сеятелем. И верить Слову Божьему. А чтобы верить Слову Божьему, вам нужно не отводить от Него своих глаз. Вкладывать его в свои уши и сердце, где оно говорит с вами. И исполнять. И Исаак был послушен Богу. 12 стих. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат». Так благословил его Господь. «И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим». И что сделало его великим? Благословение. Благословение, да. Пока он не стал очень великим. Очень великим. Когда Бог говорит «очень великим», это значит «очень великим». Да, очень. Это прекрасно. Это прекрасно. Слава Богу. Это замечательно. Аллилуйя. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей. Тут сказано «И филистимляне стали завидовать Ему». Ты знаешь, что они завидовали? Они, наверное, говорили «Ему это все не нужно, он в этом всем не нуждается». Да, вероятно, так и было. Но знаете, в конечном итоге, они признали благословение, которое было на Исааке. 28 стих. Эти люди пришли к нему. Они сказали «Мы ясно увидели, что Господь с тобой». И потому мы сказали «Поставим между нами и тобой клятву, и заключим с тобою союз». И в 29 стихе сказано, что они сказали «Ты благословен Господом». Мы признаем, что ты благословен. Это прекрасное местописание. Они увидели благословение. И увидели благословение. Оно было настолько велико, что они поняли, что только Бог мог это сделать. Только Бог. Они увидели благословение. Исаак ходил в сверхъестественном. Он находился в такой ситуации, когда вокруг был голод, плохая экономика, но он был единственным, кто просветал. Если вы все делаете правильно, благословение можно увидеть. Да. Оно не скрыто. Его можно видеть. Знаете, сегодня вы можете это видеть. Даже в то время они могли это видеть. Они видели приумножение. Верно. Что у них тогда было? У него были стада крупного и мелкого скота. Что есть у нас? У нас много разных вещей. Земля, дома. Можно увидеть благословение. Но благословение видно. Ему нет ограничений. Слава Богу. Недавно я был в Южной Африке. И у нас была возможность обиды с нашими партнерами. Они живут в красивом, как дворец-доме, купленном без долгов. В курортной зоне Юханнсбурга. Господь очень сильно благословил их. И тот человек поделился со мной, в каких условиях он рос. На грани нищеты. Он жил в сельской местности. У него не было ни одной пары ботинок, пока он не стал подростком. Вот как плохо все у них было. И благословение было на нем в такой степени, что теперь они с женой процветают. Процветают в той стране. Слава Богу. Разве это не прекрасно? В той стране. По слову Божьему. По слову Божьему. И Бог нелицеприятен. Он сделает это для любого в Южной Африке. Для любого в Астралии. Для любого в Англии. Для любого в Соединенных Штатах. Для любого в любой стране, кто верит в Его Слово. Стоит на нем. Живет для благословения. И верит, что у Бога есть для них сверхъестественное обеспечение. Это правда. Да. Именно это и произошло с Исааком. Бог может сделать так, что все сбудется. В любом месте. Верно. Слава Богу. Такой же стократный урожай. В 1978 году. О, стократном урожае меня учила некая Глория Коплант. Это работает. Я никогда этого не забуду. Стократный урожай все время работает для меня. Аминь. Так, я исповедую. Да. Это стократный возврат. Это в Книге Глории. Воля Божья на ваше процветание. Аллилуйя. Вам нужно приобрести ее. Стократный урожай работает, несмотря на происходящее. Он никогда не подвергается влиянию. Стократный возврат и ваше преумножение сверхъестественным образом никогда не подвергается влиянию со стороны действий правительства. От того, что делают люди, в какое время вы живете, в какое состояние биржи. Это жизнь в сфере Божьего сверхизобилия. В сфере чудесного. Чудесного. Аллилуйя. Именно это произошло с Исааком. Это же может произойти и с нами. Это был естественный прирост. Стократный урожай. Я провел небольшое исследование на эту тему и обнаружил, что даже в самых плодородных районах Израиля урожай не превышало от 25 до 50 раз. Голод. Запиши это для меня прямо сейчас. Я хочу это иметь. Это хорошо. Это есть в наших тезисах? Интересно. Благословение. Чудесное и сверхъестественное. Преумножение. Преумножение. Я живу в сверхъестественном. Я тоже. Аминь. Я помню, как это жить в естественном. Это была яма, так сказать. Да, это была яма. Угнетение. Угнетение для людей. И ты не знал, что делать? Не знал. Это так. Пытаешься найти хорошую работу. Пытаешься делать то и это. Когда мы впервые поехали в Талсу, у нас было только то, что мы имели с собой. Наличные. У нас были наличные. Я помню, как ходила в продовольственные магазины, выбирала то, что могла, по моему мнению, оплатить. А затем молилась на языках и молилась в своем духе, чтобы когда я подойду к кассе, мне хватило денег, но я подсчитывала в уме, когда ходила. Да. У меня тогда не было такого маленького калькулятора. Поэтому мне часто приходилось верить Богу, что я смогу заплатить за то, что лежит у меня в корзине. И я платила. Мне никогда не приходилось выкладывать товар назад, но я верила Богу. А теперь, если бы мне пришлось пойти в продовольственный магазин, мне не пришлось бы молиться Богу, чтобы за это заплатить. Точно. Да. И нас сейчас слушают люди, которые живут в стесненных обстоятельствах. И Бог может избавить вас от этого. Да. Если вы доверитесь Слову Божьему. Начните, где вы находитесь. Начните, где вы находитесь. Где бы вы ни были, начните с этого. Мы с вами. Мы верим вместе с вами. Мы соглашаемся с вами, что вы ходите в этом сверхъестественном обеспечении, которое Бог приготовил для вас. Аминь. Точно так же, как Он обеспечил Исаака, Он обеспечивает и вас. Будьте сеятелями и приносящими десятину. Аминь. И призывайте урожай во имя Иисуса. Призовите сверхъестественную урожай в свою жизнь. Верно. Действительно, мы не начали приумножаться, пока они начали честно приносить десятину. Это ставит вас в положение, когда Бог что-то вам должен. Как-то. Да. Потому что Он сказал, что даст вам это. Да. Он сказал, окна небесные откроются, и благословение будет на приносящем десятину. И другие слова. Верно. Поэтому получается на самом деле, что Бог вам что-то должен. И вы скажете, не думаю, что вам следует так говорить. Что же, мне все равно, если Он сказал, что Он даст вам это. Он собирается вам это дать. Если вы сделаете то-то и то-то, значит, Он даст вам это. Всегда. Он всегда отдает, что должен. И вчера мы сказали, что это сверхъестественный акт. Приношение десятину – это сверхъестественный акт веры. У нас не было финансового успеха, пока мы не стали честно приносить десятину. То, что приходит после этого. А когда мы стали честно приносить десятину, то выглядело так, что нам деньги были нужны больше, чем Богу. Но мы все равно это делали. Исаак приносил десятину. Откуда я это знаю? Потому что Авраам хорошо учил своих детей. Авраам приносил десятину. Да, верно. Исаак приносил десятину. Да. Исаак. Слава Богу. Это работает. И они были благословлены. Это работает. И я приношу десятину. Еще одно место писания. Исход 16 глава. И в исходе 16 главе давайте прочитаем 11 стих. И сказал Господь Моисею, говоря, «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я, Господь, Бог ваш». Вечером налетели перепела и покрыли стан. И поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как ини на земле. Мелкое, крупновидное. И увидели сына Израилева и говорили друг другу, «Что это?» Что это? Что это? Вот что означает слово «манна». Что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Глория, это было сверхъестественное обеспечение. Божье обеспечение в пустыне. Верно. Божье обеспечение. Это было настолько сверхъестественно, что они не знали, что это такое. Но они не знали, что это такое. Они не могли определить. Вот еще что вам прочитаю. 77-й Псалон, 23-й стих. «Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, а дождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южные силой своей. И как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых, поверк их среди станы их, около жилищих. И они ели и присытились. И желаемый ими дал им». И еще одно местописание. Второзаконие 29. «Сорок лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей». Это сверхъестественно. Глория, сегодня нет времени рассмотреть все места Писания. Но мы можем видеть, как Илью кормили вороны. Мы видим, как пророк Илья подошел к той вдове и сказал, «Прежде сделай для меня преснок». И она сделала. И постоянно было пополнение муки и масла, которыми она питалась целый год. Этого пророка могли за это осуждать? Да, им не первому. Да. Сделай сначала для меня. Да, верно. А потом, может быть, и ты сможешь поесть. Он мог бы попасть на первые полосы газет новостей. Но вместо этого был урожай. И в тот момент, когда его кормили вороны, я считаю, это потрясающе. Он сказал, «И было к нему слово Господне. Воронам я повелел кормить тебя там». Я читал комментарии, где сказано, что эта пища была приготовлена, хлеб был испечен, рыба сварена, стушена или пожарена. Я этого не читала. Это истолкование Ветхого Завета. Да? Я не сомневаюсь. Мы видим... Значит, это был обед. Его не нужно было готовить. И не нужно было готовить. Глория, наши дети живут сверхъестественным. Расскажу вот что. Сегодня мы записываем передачу, и Эйли четыре года. Ей исполнилось четыре года. Наша внучка. Это старшая дочка Обри. Старшей дочери Обри и Коуди четыре года. Знаете, сейчас можно организовать праздник на любой вкус. Какой праздник ты хочешь? Что? Вы можете заказать праздник с Микки Маусом и тому подобное. Праздник с Моисеем. Праздник с Моисеем. А вы знаете, каким был праздник у Моисея? Она заказала праздник с Моисеем. Нет, мы не представили, какой праздник у Моисея. Это ребенок, Джордж. Нужно быть как дитя. Праздник с Моисеем. Забавно. Что Обри готовит попкорн для праздника, и она поинтересовалась, как выглядела Манна. И на земле. Она похожа на попкорн. Или попросила праздник с Моисеем. Сверхъестественная работает и в ваших детях, и на ваших детях. Это странно. Это странно. Я никогда не слышала, чтобы Манна была похожа на попкорн. Посмотрите, как много интересного узнали на нашем. Естественный народ. Потому что, как Иисус, так и мы в мире сём. Поступаем в мире сём. Так и мы поступаем в мире сём. Так сказано в Писании. Это правда. Я стремлюсь к этому. Мне это нравится. Смотря на Бога, как на своего сверхъестественного обеспечителя. На то, как Он восполняет все необходимое. Я смотрю на то, как сверхъестественное обеспечение проявляется в нашей жизни. Вашей жизни. В жизни нашей церкви таким путём, как Он этого хочет. Как Он этого желает. Вы помните, мы раньше смотрели значение слова «сверх». Это значит «выше над», «более высокая сфера». Мы должны ходить на этом более высоком уровне. Естественное ограничено земной сферой. Но сверхъестественное поднимается выше над всем этим. Выше. Естественное ограничено естественными путями. Да, естественными путями. Но сверхъестественное не ограничено. Естественное не ограничено. Сверхъестественными путями. Не ограничено сверхъестественными путями. Я знаю, что сейчас это в студии записывают. Аллилуйя, это хорошо? Это так важно Отлично сказано, Глория Да, отлично Даже те из нас, кто имеют знания, иногда позволяют естественному стоять у нас на пути Давайте больше этого не делать, Джордж Мы позволяем Да, давайте не будем, мы должны прорваться через ограничения и выйти за пределы ограниченного мышления, которое у нас было Нам нужно обновить наше мышление в отношении этого И выйти за пределы естественного Выйти в сверхъестественное обеспечение Неограниченное и неизмеримое восполнение, которое приходит сверху, с небес Это такое обеспечение, которое доступно каждому верующему Особенно, когда ситуация, с естественной точки зрения, рынок труда или оплата счетов или экономика или что-то другое говорят Нет никакого способа восполнить эту нужду, человеку это невозможно Поэтому ты и нужна сверхъестественная Чтобы сделать фиксированный доход нефиксированным Неограниченным Вот почему Сверхъестественное, чтобы иметь возможность въехать в дом, купленный без долгов Вот почему нужно сверхъестественное, чтобы свободного долгов Чтобы мы могли получить результаты в финансах Мы стремились к этому Стремились к этому Мы это исповедовали, мы верили, что получаем Мы это говорили Была напористость Мы ожидали этого Мы должны делать это в сверхъестественных проявлениях Мы должны делать это с помощью сверхъестественных Они существуют для нас, у Божьего народа всегда были сверхъестественные проявления Да Давайте начнем Давайте начнем Давайте Начнем Вчера мы рассмотрели несколько примеров сверхъестественного обеспечения из Ветхого Завета. И сегодня мы сделаем то же самое. Вчера мы охватили несколько сфер. Мы не смогли охватить весь материал, потому что его много. Но эти тезисы доступны вам. Зайдите на нашу страницу в интернете и найдите там наши передачи и тезисы, и просто изучайте это. Это все для вас, это бесплатно. Можете их копировать, делиться ими, изучать их, просматривать их. И также мы хотим получать от вас свидетельства о сверхъестественном обеспечении. Пожалуйста, присылайте их нам. Мы хотим знать о тех необычных и неограниченных путях, которыми Бог восполняет ваши нужды. Они нужны нам, потому что поддерживают нас, когда мы их считаем. На следующей неделе вы увидите историю об одном служителе, который служит в тюрьмах и использует наши материалы. Он учит тех, кто находится в тюрьме, о процветании. И он поделится на передаче и засвидетельствует о нескольких случаях. Слава Богу. Как Бог дает процветание заключенным. О процветании. В то время как, с естественной точки зрения, у них в тюрьме естественный фиксированный доход – 11 долларов в месяц. И вот у одного из них, на земле, которая ему принадлежит. Слава Богу. Нашли нефть. Спасибо тебе, Иисус. Разве это не замечательно? Тот служитель учит их тому, как процветать. И смысл в том, что даже в тюрьме, независимо от окружающих обстоятельств, даже в тюрьме, вы можете процветать. И, Глория, если они в Ветхом Завете испытывали сверхъестественное процветание, то мы, безусловно, должны переживать сверхъестественное процветание в Новом Завете. Мы должны ходить в нем. И не имеет значения, с чего начинать. Мы можем поручиться за это. Начало. Начало. Хорошо. Третий царь с 19 главы. Хорошо, это прекрасно. Давайте рассмотрим эти места описания. Изучайте это для себя самостоятельно, используя тезисы. Третий царь с 19 главы с 4 по 8 стихи. Сверхъестественная пища, которая поддерживала Илия. Четвертый стих. А сам отошел в пустыню, на день пути. И, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе. Мы уже говорили об этом. Мы говорили, что у Илии был тяжелый день. И сказал, довольный уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь и пей». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз. Коснулся его и сказал, «Встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога перед тобой». И встал он, поел и напился. «И, подкрепившись той пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива». Глория, прочитана нами здесь, это сверхъестественное событие. И ты говоришь мне, что он не ел сорок дней? Он не ел сорок дней. Но у него были силы? А у него были силы. Слава Богу. У него были силы. Аминь. Все это является картиной сверхъестественного Божьего акта. Божьего действия. У Ильи не было пищи. Там ничего не было. Ангел разбудил Илью и сказал, «Смотри, вот пища, поешь». И потом сорок дней и сорок ночей, которую Илья съел, поддерживала его. Одно питание. Один прием пищи. Ангельская пища. Ангельская пища. Не ангельский бисквит, а ангельская пища. Ангельская пища. И посмотрите в тезисах. Это есть у вас здесь. Вчера мы говорили о толковании Ветхого Завета. Джон Гилл. Мне его порекомендовал Рик Реннер. Послушайте, что он об этом пишет. Все это время у него не было другого подкрепления, кроме того, которое он получил под можжевеловым кустом. Откуда отправился в путь? Что является сверхъестественным, поскольку говорят, что человек не может жить без еды дольше 7 дней. Значит, либо пища находилась все это время у него в желудке, либо у нее была особенная питательная ценность, благодаря чему он продержался, пока не пришел к горе Хариф. Так что здесь сверхъестественное действие в том, как эта пища пришла к Илии, и как она дала сверхъестественные силы Илии. Он действовал на основании этого. И это нам тоже доступно. Спасибо, Господь. Этот вид сверхъестественного, который доступен вам и мне. Четвертое царство. Четвертое. Четвертое. Царство. Глава. И мы посмотрим и увидим знакомую нам историю. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей, «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала, «Нет, у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он, «Пойди и попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало. И пойди, запри дверь за собой и за сыновьями твоими и наливай во все эти сосуды, полные отставляя». И пошла она от него и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей, «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божью. Он сказал, «Пойди, продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Слава Богу! Тут произошло сверхъестественное действие. Она взяла все, что было в доме, а этого было не так уж много. И пророк сказал ей взять сосуды у соседей и затем начать наливать масло, которое все лилось и лилось и лилось и лилось. Ему не было конца, пока у них не закончились все сосуды. И главное в том, Глория, что у нее после всего этого еще было достаточно денег. Подумайте об этом. У этой женщины ничего не было. Кредиторы хотели забрать у нее сыновей. А пророк Елисей пришел и сказал ей взять то малое, что у нее было, и начать лить, начать наливать другие сосуды. И это сверхъестественное действие. Это шаг веры. И после этого, как она продала масло и заплатила долги, у нее еще осталось достаточно. Послушайте, у нее осталось достаточно. Это был шаг веры, не так ли? Да. Люди, которые ее знали, могли сказать, этот пророк отобрал у нее последние крохи. Точно. Но он так не сделал. Он так не сделал. Послушайте, он участвовал в умножении этого через Слово Божье. И у нее после этого было достаточно денег, чтобы заплатить кредиторам и спасти детей и жить на оставшиеся деньги. Знаешь, я не обращала внимания на то, что она будет жить на остаток всю жизнь. Жить на остаток. Слава Богу. Слава Богу. С продажи. Ее муж был одним из пророков у Елисея. Это впечатляет. Этот человек был важен для Елисея. Если вам так угодно, это можно назвать своеобразной пенсионной программой. Он обеспечил ей жизнь. Он спас ее жизнь и обеспечил ее жизнь. Слава Богу. Я этого не замечала. Мне нужно это отметить. Это был сверхъестественный акт Бога. 4 Царств 4.7 «Пойди, продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить сыновьями твоими». 4 Царств, глава... 4 глава, 7 стих. Я открыла не ту главу. Да. «А что останется, тем будешь жить». Ее жизнь была устроена после этого, Глория. Это было сверхъестественное действие Божье. Она избежала банкротства во имя Иисуса. Я говорю сейчас тем из вас, кто юридически стоит на грани банкротства. И мы провозглашаем Слово Божье над вами, Слово Господа, чтобы сверхъестественное обеспечение действовало в вашей жизни и оградило вас от банкротства. Да. Мы провозглашаем это. Аминь. Я провозглашаю это в жизнь наших партнеров и наших друзей. Мы это принимаем. Во имя Иисуса. Да. Что им не придется испытать банкротства. Но ты, Бог, сверхъестественно, выводишь их из этой ситуации. Ты сверхъестественно приводишь финансовую жизнь, так, чтобы они могли рассчитаться с кредиторами. И мы также провозглашаем, что Елисей поступил так в отношении той женщины по Слову Божьему. И Словом Господа высвобождает это сейчас в жизнь этих людей, имеющих уши дослышат. Ухватитесь за Слово Божие, возьмите его, верьте ему и принимайте его. Принимайте, принимайте, принимайте и принимайте и овладевайте изобилием, которое Бог приготовил для вас. Глория, я также знаю, что есть люди, которые оказались в невозможной ситуации в том, что касается выплаты по счетам. Некоторые оказались в ситуации, когда они могут потерять право выкупа заложенного имущества. Они на грани лишения такого права. И мы сейчас провозглашаем сверхъестественное действие Божьей в их жизни, что они сверхъестественным путем не потеряют право выкупа своего заложенного дома. Им не придется покидать свой дом. Спасибо, Господь. Они смогут сохранить его. Спасибо, Господь. И они будут процветать. И богатеть, и богатеть, и преуспевать. Рука Господа на них, чтобы это с ними происходило. Благословение работает. Благословение. 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 Работает в их жизни. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Да будет вся слава тебе. Аллилуйя. Да. Слава Богу. Потрясающе, Джордж. Это работает. Слава Богу. Он работает. Четвертый царь, четвертая глава. У нас нет времени рассмотреть все эти примеры в Ветхом Завете. Но давайте посмотрим в Четвертом царстве. Сверхъестественное обеспечение. И в 42-м стихе мы можем увидеть еще один пример сверхъестественного умножения. 42-й стих. Сверхъестественное умножение. Сверхъестественное умножение. Пришел некто из Ваала Шалиши и принес человеку Божию хлебный начаток. «Двадцать ящменных хлебцов и сырые зерна в шелухе». И сказал Елисей, «Отдай людям, пусть едят». И сказал слуга его, «Что тут я дам ста человекам?» И сказал он, «Отдай людям, пусть едят». Ибо так говорит Господь, «Насытятся и останутся». Они насытятся. Он подал им, и они насытились, и еще осталось. По слову Господню. Этот человек принес Божьему человеку свою десятину, чтобы благословить его. Он принес десятину, и она умножилась. И она умножилась. Поймите, у слуги не было веры. И в одном из переводов сказано, что слуга сказал, «Что? Накормить сотню людей таким количеством?» Но и Елисей? Пророк Елисей повторил, «Отдай людям, чтобы они поели, потому что так говорит Господь». Так говорит Господь. Все будут есть. Так говорит Господь. И еще и останется. Да. Это все меняет. Так говорит Господь. Так сказал Господь. Мы должны помнить это во всех ситуациях. «И они раздали людям, и было много для всех, и какое-то количество осталось, как Господь и обещал». Слава Богу. Сверхиестественное умножение. Разве это не потрясающе? Но мы должны быть послушными Господу и делать то, что Он нам говорит. Глория, как-то у нас была машина, и мы верили Богу о новой, более лучшей машине. Много лет назад у нас была машина, и фактически это была первая машина, которая у нас в Тэре была. Дети подрастали, и это была одна из первых моделей минивэна. Додж-караван. Ранняя модель минивэна. Мы хорошо использовали его, и у нас было такое чувство, что нам уже нужно продать его, чтобы купить новую машину. И мы попытались продать его через объявление в газете, и не могли ее продать. И это была хорошая машина. И вот мы собрались с семьей. Я, Тэри, Обри, Джереми. Джереми в то время было лет 12. Мы сидели в комнате и молились о том, что сделать с этой машиной. И Джереми сказал, я верю, что Господь проговорил ко мне. И он добавил, я считаю, что мы должны посеять эту машину в нашу школу. Посеять ее? Мы с Тэри посмотрели друг на друга. Мы услышали слово от Господа, которое пришло через нашего 12-летнего сына. Слово от Господа пришло. И знаете что? Мы были послушны этому слову. Слава Богу. Это было много-много лет назад. Послушайте, Джереми уже больше 35 лет. Подумать только. А это произошло, когда Джереми было 12. И знаете что? После этого мы больше никогда не нуждались в машинах. Именно так это и работает. Мы никогда не нуждались в машинах. Вы выполняете то, что вам сказали. Мы с радостью посеяли ту машину. Прямо в сверхъестественную. И это привело нас прямо в сверхъестественную сферу. Слава Богу. Что же случилось с этим мужчиной? Я бы не удивился, если бы в данном случае получилось бы 12 корзин доверху наполненных тем, что осталось. Меня бы это совсем не удивило. Голод закончился через 24 часа. Он закончился. Да, закончился. Было много для всех. Да. Так что это была постоянная ситуация. Прорыв. Постоянный прорыв. Постоянный прорыв. Голод ушел. Голод ушел. Четвертый царств, седьмая глава. Первый стих. Да. И сказал Елисей, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь. Завтра, в это время, мера у муки лучшей будет по сиклю, и две меры ищ меня по сиклю у ворот Самарии. И отвечал сановник на руку, которого царь опирался, человеку Божию, и сказал, «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» И сказал тот, «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. Завтра, в это же время, все будет по-другому. Завтра, в это же время, все изменится». Через 24 часа. 24 часа? 24-часовое чудо. Слава Богу! С этого момента все будет иначе. И через 24 часа голода уже не было. И был избыток для всех, много для каждого. Это было сверхъестественное действие Божье. Сверхъестественное действие Божье. Кем был тогда Бог? Яхве? Был ли это тот же самый Бог, который есть у нас? Сегодня. Слава Богу! Сегодня. Наш Бог это сделал. Сегодня наш Бог. Аллилуйя! Послушайте. Спасибо, Иисус. К этому времени, завтра, все будет выглядеть по-другому. Слава Богу! Мы с Гори утверждаем это над вами как Слово от Господа. Я беру это. Я принимаю это. Если вы это примете, то через 24 часа с этого момента все в вашей жизни будет выглядеть иначе. Лучше. При умножении. Лучше. Придет умножение. Оно будет становиться все больше и больше в вашей жизни. Спасибо тебе, Господь. У нас осталось немного времени. Прочитаю последнее местописание. Хорошо. Сверхъестественное восстановление. В жизни Иова. Жизнь Иова резко развернулась. 42 глава книги Иова. И мы знаем историю Иова. Мы знаем, что это происходило, что это имело место. И в одном из переводов, в 12 стихе сказано. Бог благословил остаток жизни Иова больше, чем в молодые годы. У него было 14 тысяч овец, 6 тысяч верблюдов, тысяча порвалов и тысяча ослиц. Слава Богу! В следующем стихе сказано. У него было семь сыновей и три дочери. Бог сверхъестественным образом восстановил человека, когда оказалось, что все пропало и все потеряно. И Бог делает то же самое и в вашей жизни. Хотя, возможно, кажется, будто все в вашей жизни пропало. Бог восстанавливает вас так же сверхъестественно, как и Иова. У него было семь сыновей и три дочери. И он дал первой дочери имя, я читаю в одном из переводов, голубка, второй корица, а третий темноглазка. И не было в той стране женщины прекрасней дочерей Иова. И их отец относился к ним как к равным с братьями, обеспечив их таким же наследством. И послушайте, что еще сказано в этом переводе. И жил Иов еще 140 лет. И увидел в своей жизни внуков и правнуков до четырех поколений. Независимо от того, что произошло в вашей жизни. Сверхъестественное восстановление доступного. Сверхъестественное умножение доступно для вашего сверхъестественного ускорения. В это же время, завтра, все будет выглядеть иначе. Это так хорошо, Джордж. Мы все же осилили. Но я хочу, чтобы мы ухватились вот за что. Бог хочет, чтобы мы жили в сфере сверхизобильного, сверхъестественного благословения. Благословение Господнего, благословение, благословение. Таково желание Божье, Глория. Да, такова Его воля для меня. И я хожу в нем во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Отец, мы благодарим тебя за наше время. Потрясающе. Вместе на этой передаче. Мы благодарим тебя. Мы так благодарны. За проявление. Благословение. Да. Проявление сверхъестественного действия. И за славу Божью в нашей жизни. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Мне это нравится, Джордж. Сверхъестественное. Информация является проявлением. Мы получили ее. Мы получили информацию. Божественная информация является проявлением. Аминь. Информация является проявлением. Мы ее получили, Глория. У нас есть это. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Удивительное свидетельство. Разве это не чудесно? Дженет вошла в денежный миллионный поток. И смогла купить пять домов без долгов. Можно видеть проявление славы Божьей. Это потрясающе. Когда она говорит, Глория. Я знаю, я в восторге. Я тоже. Мы это наблюдали. Как если бы мы оба думали, боже мой, нам нужно познакомиться с этой женщиной. Она верный партнер Миссии Канната Копанда. И мы хотим поблагодарить всех наших партнеров. Послушайте, она свободна от долгов. Она живет в сверхъестественном изобилии всемогущего Бога. Знаете, как она туда попала? Через сеяние семени. Через десятину. Она попала туда, используя свою веру и доверяя Богу и его слово. И вы можете сделать то же самое. Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего. День пожертвований». Спасибо вам, партнеры, за верность, которую вы проявляете в своем даянии. За верность в том, что сеете в это служение. И вот местописание для вас. То же самое место, которое цитировала Дженет. Ефесянам 3.20. «А тому, кто действующую вас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Сверх. Именно это Бог хочет сделать для вас в вашем даянии, в вашем сеянии и в вашей жатве. Слава Богу! Знаешь, некоторые люди думают, как Бог может для меня такое сделать? Он знает как. Бог знает как. Здесь как раз доказательства. Ефесянам 3.20. Такое происходит со мной. Вот что мы делаем в церкви. Когда кто-то дает мне хорошее свидетельство, они говорят, «Это происходит и со мной постоянно». Если вы хотите заказать наши материалы, вы можете это сделать, воспользовавшись информацией, которая есть на вашем экране. Развивайте свою веру в Слово Божье. Вы также можете смотреть служение онлайн на странице KCM.org.ua. Поднимайтесь и что-то делайте. Держите Слово у себя перед глазами, вкладывайте его в свои уши и будьте сильными. Мы с Джорджем вернемся на следующей неделе, на второй неделе нашего изучения сверхъестественного обеспечения. Это Глория и Джордж напоминают вам, Иисус Господь.